У эфира новины Витебской области у студии Вольха Шмаргун. Витаю вас. Кто, коли не мы, перший областный патриотичный взлет собрал у Витебска больше сотни удельников. Ее владился по инициативе Республиканского объединения «Патриоты Беларуси» при поддержке областного выканавшего комитета, громадских организаций и Союза молоди. Удельники взлета долучились до грамадянской акции «Память сердца» отдали до нину поваги солдатам и офицерам, які загинули у годы Великой Чинной войны. Усклали кветки до памятного знака «Орден Перамоги». Затым процедуники громадских объединений и военно-патриотичных клубов презентовали поспяховые практики по патриотичным выхованни. Патриотам надо родиться, но и патриотам можно воспитать. Через проведение таких мероприятий, когда, окунувшись в эту атмосферу с людьми более старшего поколения, зараженного, влюбленного в свое дело, наша молодежь подпитывается и понимает, кто же все-таки, если не мы. Мы перед собой ставим задачу, такую цель, определение вектора по патриотическому воспитанию, но именно на сохранение исторической памяти, на сохранение традиций, которые есть в нашей стране, на развитие Республики Беларусь, сохранение независимости, ну и, конечно же, как можно больше сплотить и консолидировать наше общество. Данное мероприятие будет и должно развиваться. В первую очередь, ребята подготовили локации по истории Беларуси, определенные квесты, где можно было именно в познавательной форме, скажем, даже изучить историю. У планах организаторов областного патриотичного взлету, кто, кали не мы, зарабить гэтае мероприемство традиционным и захвотить, да уделу им, як мага, больше молодых людей из усих кутков пауночного региону. Полоцкий рубеж. Выники историко-адукацейного проекта подвяли у Полоцку. Звыж двух десятков пошуковых отрадов, сформированных во установах адукации, на протягу некальких месяцев вывучали героичные и трагичные падеи Великой Чинной войны. Школьники и кадеты под керауниством педагога упрацавали за архивными документами, праймали удел у вахтах памяти, сустракалися со осветками военных падей. И теперь презентовали свои сдобытки. Подробязности у наступном материале. Некольки месяцев укропотливой працы, сотни вывученных архивных документов, десятки опытаных сведок военных падей, пушковые экспедиции, знойденные особистые речи и останки оборонцев Айчины. Военная история Полоцкой земли, як на долоне, не со сторонок подручников, а як выник уласной доследчей работы школьников. Масштабный историко-аддукационный проект Полоцкий рубеж стартовал улютым и теперь подводит першие и такие значные выники. При проведении одного из этапов мы нашли останки погибшего солдата. Нас история военных действий в период 1941-1943 год на территории Витебской области заинтересовала. Мы увлеклись этим, заключили договор об участии международной вахты памяти поисковыми отрядами России. Мы участвовали уже в трех вахтах памяти. Мы подняли 187 солдат погибших. Во установах адукации Полоцкого района были сформированы 23 пошуковые отрады. Для кожного распрацовали уласный маршрут памяти. Военные минулые своего краю школьники и кадеты выучают с максимальным поглублением у историю. Так героичная эпоха бачится совсем по-иншему. Мы на протяжении года ездили в батальон на район обороны, вешали таблички и устанавливали сведения о ДОТах. Мы нашли единственную живую сведенницу тех боев. Жительница бывшей деревни Заскорки, которая была сажена карателями, повторившая участь в Хатыни. Проект был очень интересный. Мы проводили исследование ДОТов, нумерацию их, 9 походов у нас было с марта по октябрь 2022 года. Много архивных материалов мы нашли в нашем школьном музее. Полоцкий рубеж – уникальный историко-эдукацийный проект, який объеднал коляд 400 школьников. Его первые выники показали, что такой опыт в улучшении истории может быть корыстным. Колоссальность и значимость этого проекта в том, что проделана огромнейшая работа, она не разовая работа, она проводилась в течение всего года, исследовательская работа встречи с где-то еще свидетелями, работа в архивах. И вот то, что мы сегодня видим, конечно, это уникально. Мы хотим, чтобы эти проекты, глобальные проекты были в каждом районе нашей Витебской области, а, возможно, становились потом республиканскими. Первый этап проекта завершенный. Его выникам стали у тымлику 20 распрацованных историко-краязнавчих маршрутов по местам боевой славы Полоцкого района. Школьники и кадеты отрымали новые пакеты дыручэнняу, как протягнуть свою доследчую и пошуковую работу и открыть новые факты героичного минулого белорусского народа. Вольга Шмаргун, Новины, Полоцк. Фееры танцевального мастацтва. У Витебску завершился международный фестиваль сучасной хореографии АФМС. У 33-ти раз у города над звеной собрались аталиновитые артысты из Беларуси, России и Казахстана. Уладальникам Гран-при международного хореографичного конкурсу стал театр танца «Праспект» с Тюмени. Хитрасплятень и жестов, почутцев и нот у репортаже Мария Декан. Пятнадцать танцевальных коллективов и десятки эмоцийных оттеннёв. Яркий, грациозный и чаровный финал хореографичного фестивалю заполонил глядачов с первой хвилины. Размова с залой на мове рухов и жестов. Чуллива и проникнённа. Кожный номер – это и самостойная гистория, и гармоничный пазл у хореографичном узоры. Але переможца – только один. Все лето Гран-при фестивалю отправилась у Тюмень. Кожное деяние, нараджая протидеяние, философская праца, провечная, любовь и место человека в су-свете. Александра Бакланова, исполнитель театра «Данца Проспект», Тюмень. Изначально было про человека, про эволюцию, про что происходит с человеком. Началось всё с одной миниатюры, потом с другой миниатюры. Всё это сложилось в общую историю. Эта работа у нас 40 минут. Мы её ужали до фестиваля, до такого фестивального формата. Это 40-минутная работа, полноценный спектакль. Разностайность тем, форма и выразных сродков. После двухгадового перапынку фееричное вертание у город над звиной. Видовищный камбэк оценили и глядачи, и опытные эксперты. Очень достойный, представлен уровень работ. Большое представительство достаточно, несмотря на то, что может немного стран, но тем не менее то, что привезли, было очень любопытно со всех сторон. Это синтезирование, допустим, телесности, пространства, и звука, и музыки. Это соединение в некоторых номерах, например, цирковых элементов, и чисто хореографических. Это соединение видеоконтента, и опять же, с пластикой человеческого тела. Фестиваль сучасной хореографии захапляет, здивляет и зачаровывает уже больше за 30 годов. Кожный год неподобный на попередний. Меняются коллективы, постановки, тренды. Есть у динамичного форума и непорушная, неполторная атмосфера, а может и душа. Форма проведения, встреч, заключительного финального показа, все подчинено определенному ритму, поэтому, да, включая пати в зале. Есть такие традиции, которые хочется, чтобы они оставались, и я думаю, что они очень дороги всем, кто участвует не первый раз. Хореографичным фестивалем Витебск жил на протягу 5 дней. Спектакли, состречи с глядачами, видеолекции, выставы и майстер-классы. До речи, селета Айтумси отрымал «Крылы» национальную премию в Галине хореографии и был признанный танцевальной подеей года. Мария Дзекан, Сергей Котов, Новины, Витебск. Социальная допомога станет больше доступной. У густонаселенном микрорайоне «Поудзень-2» областного центра открылся социальный пункт территориального центра социального обслуговования насильства Первомайского района Витебска. Он разместился на базе приемной депутата Палаты представников национального схода Беларуси Виктора Николайкина. Адрес – проспект Будовников, 10. Теперь двойче на месяц работник территориального центра будет проводить тут консультации с людьми пожилого взрослого, оказывать подтримку у ворошения их наденных проблем. Важно живое общение, чтобы человек пришел, пообщался, проконсультировался со специалистом и досконально была возможность разобраться в его проблеме. Чаще всего люди обращаются за консультацией по поводу обеспечения техническими средствами социальной реабилитации, оформления в дома-интернаты нуждающихся граждан, оказания какой-либо другой поддержки материальной помощи. Здесь будет удобно людям, а тем более с ограниченными физическими возможностями сюда прибыть и получить консультацию, получить совет по различным направлениям, начиная от начисления пенсии, ее выплаты, оказания государственной поддержки, начисления семейного капитала. Я уверен, что это хорошее дело, оно действительно направлено для людей. До речи, это уже другие социальный пункты в Першамайском районе Витебска, який открывают миновиты на базе приемной депутата. До Виктора Николайкина же хары микрорайона часто звертаются со своими проблемами. Сегодня я не так само смогли задать хвалюючие пытанни и отримать компетентные отказы. На приканце выпуску «Кольки слов об спорте» пресс-служба футбольного клуба Витебска официйна объявила об призначении Александра Паулова на посаду головного тренера. Новый наставник за свою профессийную карьеру футболиста гулял за Борисовский Батес, Солигорский Шахтер, Казахстанский Окжет Пес и Могилевский Днепр. 13 матча провел за национальную сборную Беларуси. У 2019-м он завершил карьеру и працавал у столичным энергетику БДУ помощником халовного тренера. Нагадаем, что по выниках селетнего сезона Витебляне сгубили прописку у мацнейшим дивизионе и в наступном чемпионате будут выступать у первой лизе. Уступали по ходу субстреча, однак одолили соперника у другой палове поединку. У черговым туре чемпионату Беларуси баскетбольный клуб Рубон на домашней пляцовце примал столичный импульс БДУИР. Гульня отрималася в острый. Дякуючи лепш у комплектованному составу, Витебляне довели матч до перемоги 93-84. После этой виктории подопечные Руслана Байдакова узнялися на другий радок турнирной таблицы. Тему протягнуть наши корреспонденты. Для Витебского Рубона столичный импульс БДУИР соперник принциповый. Меньшане у минулом не раз пасывали нервы витеблянам и проходили им дорогу. В осень летнем розыгрыше команды поспели обменяться перемогами. А значить болельщики будут шекать боротьбы с первой и до последней хвилины. Да, гэти сострочные господары подошли в добром настрое. Их серая перемога в чемпионате досягнула трох Виктор и Запор. А пошлими охвярами Рубонуцу стали столичный Минск, Розерв и Гродно-93. Команда набрала добрую ходу и споняться витебляне не сбираются. Иншая справа знайсти важкие аргументы у П.1-ку с незрочным оппонентом. Сегодня у нас принципиальный соперник ГУИР. Мы всегда не так удачно с ними играем. Они сбивают темп. Мы стараемся играть большой, быстрый баскетбол. И не всегда получается у нас, чтобы играть первым номером, чтобы за нами шли. Иногда мы сбиваемся на второго номера и у нас не совсем получается. Что будет сегодня, сказано все. По слову головного тренера столичного импульса Федора Раденке, зараз его коллектив переживает нелепшие часы. Есть проблемы с составом. Шарах игроков лечит травмы. Тем не менее, если рубон дать хоть невеликий шанс, его подопечные готовы выкорострить эту мягчимость. Пару человек мы потеряли, уехали они за границу и посыпались травмой. Сказывается, конечно, предсезонка, которой практически не было, не практически, а ее вообще не было. Приехали кусаться, и если будет шанс, обязательно им воспользоваться. Витимляне агрессивно начали сустречу и вырвались на перет, 8-0. На столе гостей взял тайм-аут и гульня перегрнулась, а меньшане повялись с ликом 18-14. Господа отказали на это выниковым адрескам и закапили лидерство. Тем не менее, баскетболисты импульса не сдались. Первую полову сустречу они покинули за собой 39-42. Рашающим стал третий период. Подопечные Руслана Бедакова смогли наладить прицел и разобраться в обороне. Рывок у 9-х гостя ликвидовать не смогли и уступили 93-84. Капер-Витеблянам необходимо замасываться на другом месте в турнировой таблице. В субботу третьего снежня рубанутся дома сгуляют с Могилевским Борисфеном, который лидирует в чемпионате Беларуси. Сергей Мисурагин, Виктор Паулов, новины Витебск. Важные и самые интересные новины с життя Витебской области доступны в интернете. Особные сюжеты и целые выпуски новин. Актуальные и популярные проекты телерадиокомпании Витебск можно знайсти на официйном сайте vtv.by Заходьте и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Долучайтесь до нас в социальных сетках и мессенджерах. На этом выпуск новин завершен. Усяго доброго. Убачимся у эфиры. Уближайшие сутки по в области Будевоблачно пройдет снег. Местцами слабый туман и гололед. На особных участках дорог гололедится. Ветер по дню в исходне шатыры 9 метров за секунду. Температура по ветру ночью 0-5 днем 0-4. У Витебску Будевоблачно пройдет снег. Местцами слабый туман и гололед. На дорогах гололедится. Ветер по дню в исходне шатыры 9 метров за секунду. Температура по ветру на протягу суток минус 1-3. 2-3.